Новости ОТС Новости ОТС В полицию Кызыла поступило сообщение о том, что в резбольницу номер один с обширными термическими ожогами были доставлены козылчанка и ее 8-месячный ребенок. По версии следствия, 27-летний глава семьи в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры облил бензином и поджег свою супругу и сына. Подробности у Дианы Баянбагус. Новости ОТС Потерпевших экстренно доставили в республиканскую больницу номер один. Мать и ее ребенок до сегодняшнего дня находились в отделении реанимации. Первого числа вечером в реанимационное отделение резбольницы номер один поступила мать с ребенком в крайне тяжелом состоянии, то есть в состоянии ожогового шока. Проводились противошоковые мероприятия, обезболивание. На фоне терапии состояние стабилизировалось. Сегодня утром мать, женщину транспортировали в город Красноярск воздушно-транспортным путем, то есть на вертолете. Потому что в городе Красноярск находится ожоговый центр и у них условия лучше, чем у нас. Пришлось транспортировать в город Красноярск из-за чажести и состояния матери и ребенка. У ребенка, в отличие от матери, наблюдается значительное улучшение состояния здоровья. Его перевели в общую палату ожогового отделения. 1 сентября 2017 года в ожоговое отделение республиканской больницы номер один поступил ребенок. 8 месяцев диагнозом термической ожоги пламенем до 30% поверхностного тела. В ожоговый шок четвертой степени находился в реанимационном отделении. Сегодня, 05 сентября, в отделение перевели. Состояние ребенка стабилизировалось. В настоящее время ребенок нуждается в постороннем уходе. Вчера только спрашивали про ребенка родственника. Ребенок лечения полного объема получает, память не нуждается. В социальных сетях за несколько дней после происшествия разлетелась информация о том, что пострадавшим требуется донорская кровь любой группы. С тех пор поток неравнодушных людей на станцию переливания крови не прекращается. С раннего утра приходят и занимают очередь. Сейчас в обеденное время мы никого не застали. Поток людей, которые хотят помочь больным, они начали приходить со вчерашнего дня. Сегодня утром тоже были, после обеда, скорее всего, тоже будут люди, доноры, которые хотят помочь. Всего на данный момент сдали 28 человек. 7 метр отводов в результате сдачи 28 человек получилось 7 литров 800 миллилитров. Хотелось бы напомнить донорам, которые сдали кровь, чтобы они еще раз после течения 6 месяцев пришли и сдали еще раз кровь или хотя бы на анализы, чтобы мы могли уже использовать данную компоненту крови. Пока никакой помощи не требуется, рассказали родственники пострадавших. Врачи справляются своими силами и делают все, что от них зависит. Женщину перевезли в ожоговый центр в соседний регион. Транспортировка производилась воздушным путем. Сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи Красноярского края. Что касается мужчины, в отношении него возбуждено уголовное дело. По уголовному делу в настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на восстановление полной картины произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Санкция статьи, которая инкриминирована обвиняемому. Ему грозит пожизненное заключение с отбыванием в колонии строгого режима. Расследование уголовного дела продолжается. Диана Байбуз-Буяна-Юн, телекомпания «Новек». Свалка бытовых отходов на улице Аюна-Курседе не дает покоя жителям на протяжении нескольких лет. С каждым годом мусора становится все больше и больше. Бытовые отходы на русле болота скапливаются вне зависимости от времени года. Зимой туда люди привозят в залу от угля, летом же там собирается лица без определенного места жительства. Народный репортаж продолжит эфир. Это не свалка, как окажется на первый взгляд, а продолжение улицы Аюна-Курседе, где расположены четыре дома, жители которых и страдают от груда мусора. Татьяна Сайгутина часто бывает здесь в гостях у дочери. Весной на этом месте был Большой Субботник. Тогда вывезли весь мусор. Однако пластмассовые стеклянные бутылки, битое стекло, целлофановые пакеты, местами даже старая мебель вновь возвращаются на русло болота. Вот это все, 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 все заваливают. Ну, кто заваливает, это, ну, не скажешь, потому что люди стараются видать. Ну, как-то, чтобы втихаря, чтобы не видели соседей, потому что, потому что жильцов всех предупредили, что за свалку это будет штраф. Жильцы стараются, вот этих вот, я не знаю, вот этих вот, стараются этого не делать, потому что штраф будет с них. Ну, вот кто-то, значит, с тех вот улиц, вот с тех улиц, все равно сюда кидает. Зимой мусор не сильно заметно, говорит Татьяна Сайгутина. А вот летом запах тухлых отходов собирает бездомных собак, которые, защищая свое место пропитания, ведут себя агрессивно. Кроме того, свалка – это рай для насекомых, особенно для мух, которые слетаются в дома жильцов. Это еще вершина айсберга. Высокий бурян заманивает также лиц без определенного места жительства и любителей выпивки. Так вот, зимой стараются не ходить, а если кто идет поздно с работы, то с фонариком. Или же идешь встречать человека или на улицу интернациональную, или на комсомольскую, чтобы здесь уже вместе пройти. Зачастую все происходит по одному и тому же сценарию. Кто-то, проходя мимо, бросает бумажку, второй, видев, поступает так же. А через месяц на этом месте образовывается свалка. Однако стоит помнить, что заброшенный на землю мусор могут и оштрафовать. За несоблюдение требований норм права обостройства, за размещение несанкционированных свалок мусора на территорию города Козула присмотрено на физические лица, присмотрено предупреждение, либо штрафные санкции на сумму от 2000 до 3000 рублей. На должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, на юридические лица от 50 тысяч рублей. При повторном случае, если выявлено нарушение повторно, то уже налагается от штрафа на физические лица от 4 до 5 тысяч рублей. Выбрасывая мусор в неположенных местах, не стоит забывать, что в глубине мусорной кучи происходит процесс разложения. В результате испарения загрязняется воздух, опасные микробы попадают в грунтовые воды, что может в последующем негативно отразиться на здоровье граждан. В Сибири усилились негативные демографические тенденции. В первом полугодии 2017 года рождаемость в Сибирском федеральном округе упала на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Новосибирск-Стата. Спад отмечен во всех регионах Сибири. Самый заметный в Кемеровской области, где число новорожденных сократилось на 15,7%. Наиболее оптимистичную статистику демонстрирует Республика Тыва. Здесь за первое полугодие этого года рождаемость сократилась на 3,8%. Напомним, в 2016 году в Сибирском федеральном округе родилось 267 тысяч младенцев, что на 3,8% меньше, чем в 2015. Снижение рождаемости происходит на фоне негативных миграционных процессов. По подсчетам Новосибирск-Стата, за 6 месяцев этого года в Сибирь въехало на 13 тысяч человек меньше, чем покинуло ее. Это больше, чем показатель миграционной убыли населения за весь 2016 год. И о курсах валют. Доллар стоит 57,78 рубля, а евро – 68,73 рубля. В июле этого года региональные отделения Пенсионного фонда России начали предоставлять в открытых источниках пояснения касательно ажиотажа, сложившегося с начала этого года во многих регионах страны вокруг так называемой прибавки к пенсии за детей пенсионерам. Эту тему мы затронем в нашей рубрике «Гость в студии». На актуальные вопросы по перерасчету страховых пенсий с учетом нестраховых периодов отвечает ведущий специалист-эксперт отдела назначения и выплаты пенсии отделения Пенсионного фонда России по Республике ТВ Виолетта Анатольевна Кичилул. Здравствуйте. Здравствуйте. Виолетта Анатольевна, что подразумевает перерасчет страховых пенсий? Перерасчет страховых пенсий – это увеличение размера пенсии, и перерасчет может быть по заявлению и беззаявительный. Беззаявительный перерасчет производится ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам за прошлый год, а по заявлению перерасчет производится на основании каких-либо документов. Допустим, если гражданин донес справку о заработной плате, либо какие-нибудь документы от стажа, может донести также свидетельство о рождении детей, то есть это как бы считается не страховые периоды. Кому положен перерасчет пенсии за детей? Перерасчет пенсии положен тем гражданам, у которых имеются в стаже не страховые периоды. В частности, это периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Также периоды прохождения военной службы по призыву, также периоды ухода, осуществляемые трудоспособным лицом за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом и лицом, достигшим возраста 80 лет и старше. А при перерасчете ее важно количество детей? Конечно, важно. Чем больше количество детей, тем больше будет начислено баллов. За один год периода ухода за первым ребенком начисляется 1,8 баллов. За один год периода ухода за вторым ребенком начисляется 3,6 баллов. За один год периода ухода за третьим или четвертым ребенком начисляется 5,6 баллов. То есть, чем больше количество детей, тем больше начисляется баллов. А вот эту систему бальную объясните, пожалуйста, нашим телезрителям. С начала 2015 года вступил в силу федеральный закон от 28 декабря 2013 года под номером 400 ФЗ. По данному федеральному закону у нас пенсия рассчитывается по новой формуле. То есть, страховая пенсия равна количеству индивидуальных пенсионных коэффициентов, умножается на стоимость пенсионного коэффициента и плюс фиксированного выплата. У каждого гражданина свое количество пенсионных баллов. И эти пенсионные баллы умножаются на стоимость одного пенсионного балла на момент выхода на пенсию. Вот если возвращаться, как быть в случае, если период ухода за детьми совпадает со существлением женщины трудовой деятельности? То есть, просто-напросто женщина работает и одновременно получает? То есть, она не сидела по уходу до полутора лет. В таком случае необходимо подать заявление о перерасчете размера пенсии вместе с заявлением о замене периодов работы на периоды ухода. При этом обязательно учитываем требуемый минимальный стаж. Если стажа будет не хватать, то мы не заменяем периоды работы на периоды ухода. То есть, в этом случае не обязательно обращаться в пенсионный фонд? То есть, кто должен это сделать? К работодателю? Нет, нет. Он сам приходит и пишет заявление о перерасчете размера пенсии. Если, допустим, у человека 30 лет стажа, ему как бы можно... То есть, а минимальный стаж у нас 20 лет. То есть, значит, вот эти 10 лишних лет, допустим, можно 6 из них заменить на периоды ухода, если у женщины 4 детей, 4 детей. Какие документы при этом необходимы? Это, во-первых, это свидетельство о рождении детей, во-вторых, паспорт гражданина и все. И любой пенсионный фонд по месту жительства можно обратиться, да? Да, да, по месту жительства. Есть ограничения по срокам подачи заявления? Нет, ограничений по срокам законом не предусмотрено. В случае принятия положительного решения перерасчет производится в общем порядке. Это с первого числа месяца, следующее за месяцем обращение. Хотелось бы добавить, что выгодно произвести данный перерасчет тем гражданам, у кого заработная плата была небольшая, большое количество детей, то есть это многодетным матерям, а также матерям инвалидов с детства, либо отцам инвалидов с детства, у кого соответствующее назначение, условия назначения пенсии. То есть обратиться можно вообще в любой период, да? Никаких ограничений по срокам нет? Да, ограничений нет. Велита Анатольевна, какой будет размер прибавки? Размер увеличения пенсии зависит от большого количества индивидуальных факторов. При наличии одинакового количества детей у двух пенсионеров одного возраста в каждом конкретном случае размер прибавки будет отличаться, поскольку это зависит от заработной платы, от трудового стажа и от момента рождения детей. В среднем, если пенсионерка сидела за одним ребенком год, то ей начисляются примерно 140 рублей. Если она сидела за вторым ребенком и за первым ребенком, то ей начисляются примерно около 300 рублей. То есть это размер увеличения. Как пишут в социальных сетях, размер увеличения от 3 до 5 тысяч — это неправда. Размер увеличения может быть от 10 рублей до 1000. Велита Анатольевна, спасибо, что пришли. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была ведущая специалист-эксперт отдела назначения и выплаты пенсии отделения Пенсионного фонда России по Республике Тыва Виолетта Анатольевна Кечилол. Далее реклама. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не верите своим глазам? Не верю. Пора поверить. В РБТ.РУ школьная распродажа. Так, ноутбук Асус с диагональю экрана 15,6 дюймов всего за 26 990 рублей. РБТ.РУ Нужны деньги? Приходите к нам. Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр «Лакомка», второй этаж. Сумки в роддом, подушки для отдыха, магазин и для будущих, и кормящих мам 9 месяцев. Теперь еще ближе к вам. Чульдум 31, торговый центр «Алексеевский», второй этаж, отдел 50. Продолжаем выпуск. В России в этом учебном году за парты сели 15 миллионов учеников плюс 5 миллионов студентов вузов и 2 миллиона учащихся колледжей. Какие изменения ждут школьников и студентов в 2017 году? Нововведения публикует российская газета. В школьном расписании появится астрономия. Астрономия планируется изучать вместо второго иностранного языка учебники и программы по этому предмету уже есть. Так что уже с сентября в расписании школьников может появиться еще один предмет. Выпускники девятиклассники примут участие в апробации устного экзамена по русскому языку. Федеральный институт педагогических измерений уже представил проект устной части экзамена. Она может состоять из трех заданий или проводиться в виде беседы на заданную тему. В этом году начнется апробация обязательного ЕГЭ по истории. В ней примут участие регионы Центрального округа. ЕГЭ по литературе может стать абсолютно творческим, без тестов, кратких ответов и дотошной проверки знаний фактов. Новый вариант экзамена сейчас обсуждается. В демоверсии во всех заданиях от ученика требуется дать связанный письменный ответ, аргументируя свою позицию. В школы снова вернутся ставки психологов и логопедов. Всем ясно, что они очень нужны, но сегодня их остро не хватает. Один психолог приходится на 850 школьников и на 450 дошколят. В программе началки могут добавиться уроки кибербезопасности. Затем эта тема продолжится на уроках информатики, общества знания, права и ОБЖ. Тысячи колледжей будут работать по стандартам WorldSkills и предлагать 50 топовых профессий. В колледжах будет проводиться демонстрационный экзамен. И в регионах откроется семь центров профессиональных компетенций, которые станут площадками для подготовки конкурсам профмастерства и современными лабораториями для освоения рабочих профессий. В 18 вузах будут созданы условия для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. Впервые в стране пройдет Всероссийский съезд дефектологов. В вузах появится новая программа «Предпринимательское дело». И последнее – целевиков, которые не вернутся работать домой, могут обязать возвращать не только все дополнительные стипендии от регионов, которые им выплачивали, но и всю стоимость обучения. Поправки к закону в образовании сейчас обсуждаются. Сегодня лицей номер 16 Кызыла посетили необычные гости, которые в теории и на практике показали и рассказали, что значит спасать жизни людей, как вести себя в кризисных ситуациях, а также экипировку и технику тех, чья работа каждый день связана с риском для жизни и с опасностью. Более подробно расскажет Юлия Артыне. За лето в тайге и в лесах республики пропадает в среднем 10 несовершеннолетних. Такие цифры приводят у винские спасатели. Так, в конце августа этого года пятеро детей заблудились в тайге Тандынского района. Благо, по счастливому стечению обстоятельств, через сутки потерявшиеся дети нашлись. Как не допустить подобных случаев тема сегодняшнего лимбеда сотрудников Тувинско-спасательной группы с десятиклассниками лицея номер 16 Кызыла. Объясняем, как безопасно соблюдать технику безопасности при разных ситуациях. И, допустим, когда вы потерялись в тайге, когда вы по дороге увидели дорожно-транспортное происшествие. Главный совет спасателей старшеклассникам взять в лес заряженный мобильный телефон. Ведь сегодня уже не компас, а новые технологии и гаджеты спасать жизни заблудившимся человеку. С телефона в любой момент можно позвонить на единый номер службы спасения 112 и скачать специальные карты, которые работают без сети интернет. Уже во второй части лимбеда старшеклассника увидели и опробовали оборудование спасателей. Это спецавтомобиль, который оснащен гидравлическим инструментом, пневмоподушками, дыхательными аппаратами и гидрокостюмами. Десятиклассник Радислав Кулар также не отказался примерить дыхательный аппарат, который просто необходим спасателю во время работы в загазованной или задымленной зоне. По словам старшеклассника, подобная встреча очень полезна для современных детей и молодежи. Я считаю, для нынешней молодежи это очень важно, потому что они ничего не знают. Они сидят дома, в компьютеры играют, а если они попадут в такую ситуацию, они ничего не будут знать. Поэтому надо почаще такие мероприятия. Сам же Радислав не относит себя к категории детей, зависимых от игровых приставок. Говорит, что каждое лето бывает в тайге. А собирать ягоды и грибы во время каникул также традиция и в семье Дианы Сад. Старшеклассница признается, что до этого она и не знала о пользе смартфона в лесополосе. До этого я не знала, что в тайгу надо лучше телефон зарядить, то, что надо, одну программу завести. Но я не знала, поэтому для меня это было большим таким познанием. Сегодня ученики лицея номер 16 Кызылы, безусловно, получили новые и полезные знания. А спасатели напоминают, что ответственность за жизнь и безопасность ребенка несут в первую очередь родители. Юлия Артенея, Ресховалык, телекомпания «Новый век». Эфир продолжит наша постоянная рубрика новости короткой строкой. С жалобой на действия коллекторов жители Тувы могут обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по республике. По состоянию на 4 сентября в региональное управление судебных приставов принято одно обращение гражданина о неправомерных действиях сотрудников коллекторского агентства. Данное обращение находится на рассмотрении. Жалобы жителей принимаются по телефону 6-62-86, а также на адрес электронной почты управления или через интернет-приемную официального интернет-сайта Управления Федеральной службы судебных приставов России по республике Тува. Мэрия города Кызыла приглашает предприятия общественного питания, а также индивидуальных предпринимателей принять участие в фестивале «Вкуса и праздники хлеба» с презентацией своей продукции в день города Кызыла, который состоится 9 сентября на площади Арата. Победители фестиваля будут отмечены призами от спонсоров. Официальный сайт «Года экологии в России» запустил специальный проект «Отдыхай как президент» на портале открыта одноименная рубрика. Здесь отмечены наиболее интересные и значимые места, где отдыхал президент России Владимир Путин. В центре карты путешествий главы государства обозначена Республика Тыва. При клике на изображение открывается ссылка на информацию о республике в географическом центре Азии. 8 сентября в День финансиста проектный офис Министерства финансов Тувы впервые проводит тотальный диктант по финансовой грамотности. Диктант будет организован с 10 до 12 часов дня на таких площадках, как главное здание Тувинского государственного университета, Дом народного творчества, Центр тувинской культуры, а также скульптурный комплекс Центра Азии. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об упрощении процедур подключения потребителей к энергосетям. Новое постановление делает процедуру подключения к сетям более прозрачной. Этот документ касается расширения перечня сведений, которые обязаны размещать организации, эксплуатирующие инженерно-технические средства в открытом доступе, в том числе в интернете. А сейчас о погоде. В течение суток в Кызыле ожидается перемена облачность, возможен дождь. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 12 градусов, днем плюс 20, плюс 22. Это все, о чем успели вам рассказать к этому часу. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok